Сторонники членства Великобритании в Европейском Союзе, потерпевшие неудачу на референдуме, не скрывают своего разочарования. Некоторые из них провели манифестацию возле здания британского парламента в Лондоне. Многие по-прежнему надеются, что Великобритания останется в ЕС, и на интернет-сайте парламента появилась петиция, призывающая провести повторный референдум. Ее уже подписали более полутора миллионов человек, их число продолжает расти. Запущенную ранее петицию, призывающую объявить Лондон независимым городом и включить его в ЕС, подписали почти 140 тысяч человек. Лидер лейбористов Джереми Корбин призвался сосредоточиться на ходе переговоров с ЕС. Наша торговая, экономическая и миграционная политика должна будет измениться с учетом результатов референдума. Но нельзя доверить ее таким, как Джонсон, Фарреш и Гоуф. Лейбористы будут бороться за то, чтобы в центре переговоров по предстоящему выходу из Европейского Союза оказалась наша программа. И это касается нашей свободы реформировать экономику таким образом, чтобы всех обеспечить работой. В Шотландии, где 62% участников референдума проголосовали против выхода из ЕС, итоговый результат вызвал шок. В соответствии с решением Кабинета министров, мы примем меры к тому, чтобы начать непосредственные переговоры с институтами ЕС и с другими странами-членами ЕС, чтобы изучить все возможные варианты с целью сохранить Шотландию в Евросоюзе. В Шотландии говорят уже о повторном референдуме по вопросу о независимости. В позапрошлом году 55% проголосовавших высказались за то, чтобы остаться в Великобритании. Но теперь ситуация серьезно изменилась, и результат нового волеизъявления также может оказаться другим.